Здравствуйте! В эфире Рязанской телекомпании «Город. Программа 7 минут». Сегодня у нас в гостях Олег Хавронич, руководитель террариума «Экзотик Парк». Здравствуйте, Олег Игоревич! Здравствуйте! И вот у нас такой милый гость, зовут его Александр. Олег Игоревич, расскажите, пожалуйста, откуда вы к нам приехали и надолго ли? Мы приехали из Москвы. Там есть большой террариум, содержится очень много крокодилов. И в Рязань приехало более 50 крокодилов. Александр – это у нас сиамский крокодил. Сиамские крокодилы очень редкие на самом деле. В природе их уже не осталось. Они есть только на крокодиловых фермах. И вот с одной из ферм у нас заключен контракт. И у нас сейчас в Москве содержится около 100 сиамских крокодилов. И сюда, в Рязань, приехало больше 20 сиамских крокодилов. Можете себе представить. Александр – один из них. А Александру сколько у нас времени сейчас? Александру три года. Сиамские крокодилы доживают до 70, до 80 и вырастают до 5 метров в длину максимальный размер. А самому старшему вашему подопечному сколько? Самому старшему нашему крокодилу, но его сейчас в Рязани нет. Ему больше 20 лет и длина его больше 3 метров, 3,5 метра. Достаточно такая серьёзная машина для убийства. Чем питается Александр? Что он кушает у нас? Все крокодилы плотоядные. Это понятно. И, соответственно, едят любое мясо. Ну и в том числе любых животных, которые подходят по размеру. Под мясо. Но Александр у нас упитанный, я смотрю, у него и животик, всё хорошо, всё на месте. У нас спящий режим сейчас ушёл, да? Тихо себя ведёт. Да, его как бы не беспокоят, и вот он позирует. Он у нас просто до записи очень шумно себя вёл, шпил, на всех ругался и щёлкал пастью своей. А теперь немножко успокоился. Я думаю, что впоследствии он ещё это продемонстрирует. На самом деле наш Саша добрый, белый и пушистый. А то, что иногда щёлкает пастью, так это просто погода, наверное, сегодня не очень хорошая. Все виноваты, кроме Саши. Ну ладно. Олег Игоревич, расскажите, пожалуйста, надолго ли вы к нам всё-таки в гости встану ведались? Ну, планируем на месяц, то есть до конца июня будем в Рязани, и можно ещё прийти, посмотреть крокодилов, даже покормить крокодилов с удочки, увидеть самую большую змею в мире, кобру очковую и моноклевую кобру, знаменитого суриката, героя мультика Тимона и Пумба, мангуста, опять же, реки Тикитави, как они двигаются, покормить дикобраза. Так, дикобраз у нас очень ручной, и он прямо с ладошки ест, дети ему дают, он с удовольствием, отсутствием аппетита не страдает, будем так говорить. Ну, гладить его всё-таки нежелательно, просто покормить, да? Дикобраза гладить не получится. Ну да, да, я просто говорю. На то он и кушает хорошо, потому что его никто не гладит. Ну, расскажите, где вы расположились, хорошо ли вам там? Расположились мы рядом с торговым центром «Премьер». В общем-то, нас хорошо видно с парковки. Это большой шатёр с флагами, написано «Крокодиловая ферма». При желании найти мы, в общем-то, легко узнаваемы. Ну, скажите, всё-таки у вас практика работы уже большая. Как публика реагирует? Мы стояли в Самаре, стояли месяц. К сожалению, срок аренды там у нас через месяц заканчивался. Так вот, в Самару не успела посмотреть. В последний день у нас было просто паломничество, и все очень расстраивались, что мы уезжаем. Расскажите, кто, вот поподробнее, кто же к нам в Рязань приехал? Поподробнее о своих питомцах. Ну, приехал, во-первых, крупный нильский крокодил, которому 15 лет, 2,5 метра длиной. Это тоже очень серьёзный крокодил. Можно его увидеть, очень близко увидеть. Даже потрогать за хвост, просунуть палец между решёткой – это можно. Главное, чтобы не просовывать пальцы рядом с его пастью. Потому что крокодил – это такое животное, которое охотится из засады. И поэтому его стратегия – он лежит, изображает из себя корягу или бревно. Но в том случае, если какое-нибудь животное приближается неосмотрительно близко, следует молниеносная атака. Челюсти сжимаются очень сильно. Следует сказать, что у крокодилов самый сильный укус среди всех хищников, ныне существующих. Сильнее был только у тираннозавра рекса. Самый большой крокодил из ныне живущих – 5,5 метров. Это он живёт в Австралии. Крокодил, которого выловили очень крупного, ну, самый большой, он уже умер, погиб. Ну, не знаю почему. Хотя они долго живут, может быть, условия содержания или транспортировки были. Этот крокодил был 6 метров 40 сантиметров. Но в литературе описаны случаи, что находили крокодилов больше 7 метров. До 9. В частности, Брэм пишет, что в Африке 9-метровые нельские крокодилы встречаются. Но вот в 20 веке, в начале 20 века было очень сильное истребление их из-за кожи. И поэтому взрослых крупных крокодилов не осталось. Но сейчас происходит восстановление популяции и появляется… То есть они вырастают, вырастают, становятся больше и больше. Крокодилы растут всю жизнь, в принципе, как и все рептилии. Просто рост их с возрастом замедляется. И всё же, кроме крокодилов, у вас там и змеи, вы уже рассказали. Как-то поподробнее можно? Что касается змей, у нас очень крупный сетчатый питон, больше 4 метров. Сетчатый питон – это вообще самая большая змея, самая длинная змея на Земле. Вырастает до 11 метров. Ну, в частности, вот сейчас ныне живущий сетчатый питон, который живёт в токийском зоопарке. Его длина 11 метров 40 сантиметров. Вторая по величине змея считается анаконда гигантская зелёная, которая тоже есть у нас на выставке. Её длина 2,5 метра у нас на выставке, а так она больше, опять же, 10 метров бывает. Тигровый питон – это третья змея по величине. Также присутствует у нас на выставке. До 8 и более метров растёт тигровый питон. Также на выставке есть очень красивая очковая кобра. Достаточно часто она открывает свой капюшон, и можно видеть очки, которые находятся, так называемые. Яркий рисунок очковой кобры. Моноклевая кобра тоже. Вместо очков у неё монокли. Это на самом деле разные кобры. Кобров довольно-таки много видов, больше 10. Вот два вида у нас присутствуют на выставке. Кроме этого и мангусты два вида, и сурикаты есть, и даже летучая лисица. Самая крупная среди всех летучих лисиц, размах крыльев, достигает у взрослых особей до полутора метров. И наша лисица, она такая уже достаточно адаптированная. Очень любит, когда её кормят яблоками. Летучие лисицы не хищники, то есть они питаются фруктами, нектаром. У неё такой длинный язычок, которым она пьёт нектар из тропических цветов. Ну скажите, пожалуйста, вы столько животных уже перечислили. Тяжело вот столько вот их, они же все капризные, да? Они же все то кушать по времени, то там температура не та. Тяжело вообще организовать вот этот вот зоопарк, террариум сам по себе, перевозить его с места на место? Любители животных, они очень хорошо представляют, что это такое. Для людей, которые не посвящены в это, можно просто почитать книжку Даррелла «Зоопарк в моём багаже». Очень многие читали. То есть это постоянные, как бы, какие-то экстренные ситуации, постоянные накладки. То есть чтобы животные хорошо себя чувствовали, нужно, ну скажем так, это не сколько бизнес, сколько образ жизни. Так же, как, наверное, любое предприятие, которое существует, оно начинается именно как образ жизни. Давайте всё-таки вернёмся конкретно сейчас в Рязань. Какие-то акции, возможно, у вас будут проходить за время вашего здесь пребывания? Для тех, кто хочет как-то групповые экскурсии, можно будет по этому телефону позвонить и обо всём договориться. То есть там для групповых экскурсий будут хорошие скидки. Мы также приглашаем детские дома. Если организованы экскурсии, то для них будет бесплатно. Ну, надеемся, что Рязань встретит вас тепло. Что вам здесь понравится и что рязанцам понравится ваш террариум? Да, нам вот уже Рязань понравился, её исторический центр. Очень красивый город, на самом деле чистый, с широкими улицами. Очень приятно. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам. Саша, тебе тоже спасибо. Вот уже несколько раз с ним пытаюсь проститься. Прямо никак не могу. Такая прелесть. Ну ладно, это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова